Господь, слава Тебе! Боже, как Ты хочешь, чтобы все люди спаслись, Господь мой! Боже, спасибо Тебе, Иисус! Благослови это время! Благослови, Господь мой! Мы хотим оставить эту суету, Господь мой! Оставить всё, что нас беспокоит! И прийти к Тебе такими, какие мы есть, Чтобы Твоя сила, чтобы Твоя слава наполнила нашу жизнь! Господь, яви Свою благодать! Мы так нуждаемся в Тебе! Мы хотим открыть двери своего сердца Тебе! Открыть Тебе, Господь мой! Для Твоего священодействия, для Твоей силы, Господь! Боже, твори то, что Ты хочешь! Господь, освобождай, исцеляй! Даруй нам силу, Господь, во всей полноте! Дабы мы, Господь, служили Тебе от всего чистого сердца! И творили Твою волю на этой земле, на этом месте! Славим Тебя! Превозносим Тебя! Величаем Твое имя, Господь мой! Ибо нет другого имени ни на небе, ни на земле, пред Которым бы должны были все склониться! Но только Ты, Господь мой! Только лишь пред Тобой мы склоняемся и говорим Тебе! Ты наш Бог! Ты наш Царь! Аминь! Аминь! Он наш Царь! Аллилуйя! Воздайте Ему славу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Хвала Тебе, наш Господь, Хвала Тебе, Бог Святой, Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебе, наш Господь, Хвала Тебе, Бог Святой, Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Теперь слабый скажет, я зеленый, Бедный скажет, я богат, Благодаря тому, что Он нам дал. Теперь слабый скажет, я зеленый, Бедный скажет, я богат, Благодаря тому, что Он нам дал. Хвала Тебе, наш Господь, Хвала Тебе, Бог Святой, Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала Тебе, наш Господь, Хвала Тебе, Бог Святой, Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Теперь слабый скажет, я зеленый, Бедный скажет, я богат, Благодаря тому, что Он нам дал. Хвала Тебе, слабый скажет, я богат, Благодаря тому, что Он нам дал. Хвала, Хвала, Хвала. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Ты даятель, Ты великий даятель, Ты отдал Своего Сына ради нас. И мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы воздаем Тебе всю славу и хвалу. Будь прославлен. Будь прославлен. Смешку разогнал. И смех освободил. Пролил как дождь, богат, Пустыню оживил Ты повернул Мою милостанцы Ты повернул Мой плач, веселый смех Поднял крепкой рукой На камне я стою Мой дух наполнен хвалой Я в радости пою Ты повернул Мою милостанцы Ты повернул Мой плач, веселый смех Ты повернул Мою милостанцы Ты повернул Мой плач, веселый смех Будем так мы побеждать 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 Ты повернул Ты повернул Мой плач, веселый смех И сейчас церковь Танцуй Танцуй вместе со мной Господь тот Кто повернул Плач В радость Весь нас плач Веселый смех Сейчас я выйду вперед И прошу каждого из вас Танцевать вместе со мной Сергей и Диди будут петь Я буду без микрофона Поэтому вы меня не услышите Но вы будете вместе со мною sit этим перьем Мой плач, веселый смех Ты повернусь в мою милостанцию, ты повернусь в мой плачный стол и смех. А теперь каждый из нас в конце этого года провозгласит свою жизнь, как мы будем побеждать. Сейчас мы будем поднимать руки пред Господом и становиться на колени наших сердец пред Ним. Я ухожу от микрофона, меня не будет слышно, но меня будет видно. Будем так мы побеждать. Будем так мы побеждать. Будем так мы побеждать. Будем так мы побеждать. А теперь мы будем и побеждать, и танцевать вместе. Будем так мы побеждать. Будем так мы побеждать. Будем так мы побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я все смогу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Кровь Христа Кровь Христа Кровь Христа Кровь Христа Кровь Христа Искупила restoration Я прошел Я прошел Я правда konay Кровь Христа повыла меня, кровь Христа оправдала меня, кровь Иисуса Христа искупила меня. Я прошу, ты обратно поверь. Я прошу, ты обратно поверь. Спасибо тебе, Господи, за силу искупления в нашей жизни, за дар усыновления. И мы теперь, рекомендуем... Спасибо. Спасибо. Наш Бог всемогущий, царствует на небе во славе, мудрый, сильный, любящий всемогущий Бог. Бог открыл нам в сердца для небесной любви, наш Бог всемогущий Бог. Искупил нас от рабства мирской суеты, наш Бог всемогущий Бог. Своей кровью святой Он грехи наши смыл, от поспора и смерти навек искупил, Он ведь скоро придет. Что наш Бог всемогущий, царствует на небе во славе, мудрый, сильный, любящий всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий, царствует на небе во славе, мудрый, сильный, любящий всемогущий Бог. Славный белый, красный небеса над землей, наш Бог всемогущий Бог. Сахар хотел, отделил, чтобы свет не был мой, наш Бог всемогущий Бог. На Содом и Гоморру свою ярость пролил, а для нас на кресте свою милость явил. Мы не будем молчать и не забудем о том, что наш Бог, всемогущий Бог, наш Бог, всемогущий Царствует на небе во славе, мудрый, сильный, любящий всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий Царствует на небе во славе, мудрый, сильный, любящий всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий Царствует на небе во славе, мудрый, сильный, любящий всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий Бог. Наш Бог, всемогущий Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Хочу я быть ближе, ближе к Тебе, пусть небо реальностью станет Твоей. Хочу я услышать песни небе, где ангелы ходят. Аллилуйя! Аллилуйя! Хочу я быть ближе, ближе к Тебе, пусть небо реальностью станет Твоей. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе, пусть небо реальностью станет Твоей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы ходят. Аллилуйя! 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 Ты веждаю! Ты веждая! Ты веждая! Ты веждая! Как войск растают гор Перед лицом Его Силы тьмы трепещут Перед именем Тобом Кто вознесен над всеми Кто умер и воскрес Кто может устаять перед лицом Величием 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 Аллилуйя Святый, святый Всемогущий Ты велик Кто достоин Кто странница С тобою царь наш Ви делик Ви делик Ви делик Ви делик Целыть мы припечут перед именем того, Кто вознесен над всеми, кто умер и воскрес, Кто может устоять перед Него величием, Величием, величием. Аллилуйя, святый, святый, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто странница, с тобою царь наш, Ты велик. Ведени, 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 Ведени. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя и великой любовь, Господь, За благостью Твоим и за милостью Твоей к нам. Воистину Ты есть Бог, сильный, бесподобный. Ты можешь поднимать Твои руки перед Господом. Поклонимся Ему, Томой, кто были, кто есть и кто ревет. Он не изменился, Его любовь не изменилась, Его благость не изменилась к нам. Найди повод, за что, благодарить Бога сегодня, В этом последнем воскресенье 15-го года, Нашни повод, за что сказать Ему. Благодарю Тебя, Боже, За верность Твою, за помощь Твоя, За восстановлением, за исцелением, За научением, за чудеса, За детей, за семью. Господь, благодарим Тебя. Воистину нет подобного Тебя. Помощь наша Тебя Бог. Великий Бог Израилев, Помощь наша от Тебя. Господь, благодарим Тебя Бог. Благодари Его. Господь, я молю Тебя. Аллилуйя, пусть сегодня, Господь, Благодарь нас наполнит сердце каждого человека, Находящегося в этом месте. И венезер, Ты помог нам до сего места. До сего места Ты помог нам, Господь. До сего места Ты помог нам, Господь. Рости, Расти, 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 Расти. Расти. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Благодарим тебя! Благодарим! 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 и некрасивым, и больным, и в чем-то там. В общем, не таким вот красивым, как обычно нам кажется. Я хочу рассказать о своей подруге, потому что это все было на моих глазах, и я имею право рассказать, потому что я видела Славу Божью в ее жизни. Мы познакомились, когда я только покаялась, и познакомились на лидерских занятиях. Мы абсолютно разные. Она была намного меня старше. Не очень симпатичная женщина, но она была такая вот искренняя, такая радостная. И у нас, меня к ней очень сильно тянуло. Я видела, как она искала Бога. И вот как Господь в ее жизни проявился. У нее тяжелая была жизнь, она давно была разведена. У нее бы сын был. И вот она познала Господа и искала его всем своим сердцем. Господь ее благословлял. Благословлял в наше тяжелое время работу. Она очень, ну как, ну, сдалась. Она была в частном доме, который был достаточно, ну, такой вот, не старенький такой, который нужно было все время поддерживать. А одна женщина, что она может сделать? И вот Господь ее благословлял работой. И она всегда у него, ну, как, спросила. И Господь ей давал. Она прежде всего противостала греху в своей жизни. Она, и алкогольная была у нее, и курила. Господь ее от этого освободил. Слава Господу. И она противостала греху. Сын пришел с девушкой. Сказала, мама, вот эта девушка будет давно жить. Она сказала, нет. Вот в этом доме. Этот дом я посвящаю Господу. Ведь такого не будет. То есть она этому противостала. И сын сделал свой выбор в сторону, ну, более, так сказать, преступной жизни. Он что-то такое совершил. Пошел к своему отцу. С которым у нее уже был давно развод. И что-то такое совершил. Какое-то преступление. Он просил прятаться от органов. Ну, милиции. Она за него молилась. Ну, парень сделал свой выбор. И вот ее дом такой вот был разрушенный. И она просила Господа, ну, помочь хоть как-то. Ну, она служила. Она ввела ячейки. Она вот в двери ячейки у нее была. Она пошла в детское служение. Она всем своим сердцем искала Господа. И Господь ее благословлял. Она, получается, ну, доход, ну, небольшой совершенно. Но, тем не менее, Господь. Ей сделал, у нее было печное отопление. Но Господь провел туда газовое отопление. У нее тепло теперь в доме. Ей срезали забор. Ну, воры металлический забор срезали. Она говорит, Господи, ну, как? Я вообще, это, ну, большие капиталы вложения нужны, чтобы забор поставить. И буквально на следующей неделе Господь обласловил совершенно присутствующий. Ну, человек, который, ну, никаких родственников, никаких связей. И сделал ей за свой счет забор. Это чудесно. Господь, вот я смотрю на ее жизнь, как она ищет Господа. Как она меняет прежде всего себя. И Господь таких людей, Он очень любит и благословляет. Так что через эту жизнь, через эту мою подругу, я вижу, как Господь, ну, помогает. Он не лицеприятен. Он помогает всем, и Он любит всех. И кто его ищет истинно, Он всем помогает. Слава Ему. Он помогает. Он очень любит. Он все вместе, а то один микрофон. Что вы говорите в своей жизни, вы должны подр来了 знания? Что не последовало воскресенье этого города, мы в ней сидим, что Бог на нас сделал. Прекрасная эта идея. Здравствуйте, у меня не учебы, мы очень долго искали работу. Он не дал нас совсем, нас семейный. Бог нас просил делать у Него. Бог дает много детей на молитве. Такое свидетельство, что Бог меня произвели в течение этого года, что ты не можешь молчать и писать, что Бог меня сделал. Это точно Он сделал. Слава Господу, ты видишь много. Спасибо Господу. Через проповедь, через Слово Божье получаю откровение, получаем освобождение. И вот было слово о том, что признак здоровья церкви, это когда есть духовные дети, духовные юноши, духовные отцы. Когда я это услышала, я поняла, что я-то на тот момент была на уровне духовного ребенка. Я поняла, в чем моя была на тот момент проблема. Почему я случилась так, что я в таком была ужасном, плохом состоянии? Потому что я не вела духовную войну. Я поняла, я же была духовная юноша, у меня же были духовные победы. Я же вела духовную войну. У меня результаты, у меня эти шкуры убитых медведей, убитых львов, вот они были. Как же я могла вот так вот себя довести до такого состояния? И на тот момент я поняла, вот в чем своя проблема. Ты не вела войну, ты пустила в свой дом врага. Вот он пришел, да, и ворует там у тебя. Нет, надо этому противостать, прогнать этого, связать его, пускай убирается прочь. И на тот момент у меня вот было такое откровение. Вот это все. Почему в нашей жизни вот такое вот все случается? Потому что мы допускаем это, потому что мы не противостоим. Ну, так что слава Богу, это слово для меня было откровением и освобождением. Спасибо Господу. Очень много и детей. Здравствуйте. Я хотел еще поделиться с вами тоже. Для меня в этом году было, ну, кроме веры, да, как в прошлый раз говорил, было тоже понятие такое, ну, всему свое время и про благословение тоже. И я понял, что жертва, ну, то есть если сказать тремя словами, то есть жертва, есть время и есть благословение. Есть то, что Бог способен тебе дать, то, что Бог хочет тебе дать, то, что Бог уже приготовил для тебя. Но есть второе понятие того, когда ты должен для этого созреть. Когда, когда Бог, например, Иосифу, да, Бог не дал сразу царство, потому что он бы не был готов с ним справиться. Иосифу, он дал царство, когда он прошел через определенные испытания, и Бог его благословил. Для этого было время, время для того, чтобы ему жертвовать чем-то, жертвовать своими интересами, жертвовать своей гордостью, которая у него была, да. Он мог бы, когда его заключили, там, противостать, ну, там, или встать и начать жаловаться не только власти, да, но и Богу вообще закрыться и сказать, нет, ну, он смирился, да, он пожертвовал своими интересами, он сказал, ладно, Господь. И это тот путь, который, я думаю, что нужно пройти любому человеку, и почти на каждом этапе жизни чем-то, чем-то научиться жертвовать, да, и что-то, что-то влаживать, опять же, да, что-то влаживать, чтобы получить обратно. И это Бог проверяет. И для меня еще тоже понятие того, чтобы обновлять свое сердце, обновлять свой разум, вот, проверять свое сердце. И если ты проверяли свое сердце, и там находится Христос, это значит, что ты будешь готов жертвовать ради Него, и что бы ни было, да, что бы это ни было, ты будешь смотреть на Христа, и, помните, брат Андрей иногда приезжал, он говорил в Откровениях, есть место, 22 глава, по-моему, 10 стих, вот, там, где написано, Иисус, приди, Иисус, приди, вот. И когда ты просто смотришь на Христа и говоришь, и приди, Иисус, приди, для тебя становятся, некоторые вещи вообще становятся мизерными, вот, если представить, что именно в этот момент, именно сейчас придет Христос, что для тебя будет важным? И в этот момент, когда тебе приходит такое сознание, что для меня будет важным, кроме Христа, ты испытываешь свое сердце, и ты проверяешь, там ли есть Христос, и там могут быть суета, там может быть, я не знаю, там, какие-то пробы, там, я не знаю, там, чего угодно, просто какое-то беспокойство, да, оно сразу пропадает, когда понимаешь, что все-таки, если Христос здесь, то Христос здесь.